Фортепианное отделение Школы Искусств славится своими традициями. Одна из них – это концерт ансамблевого музицирования. В этот раз педагоги готовили своих учеников с особым чувством, ведь это юбилейный год для классики. Хотелось продемонстрировать все, чему научились дети за это время. Ансамбль – это прежде всего вместе. Это прежде всего вместе не только вдвоем, но и с педагогом, и со слушателями означает «вместе». И ансамбль – это прежде всего, конечно, музыка, музыка любимая, музыка для радости и для счастья. Ансамбли в четыре, шесть и даже восемь рук. Участникам едва хватало места за роялем, но, несмотря на все сложности, дети блестяще справились со своей задачей. Многие из ребят – многократные лауреаты международных конкурсов и фестивалей. За всеми достижениями стоит огромный труд детей и педагогов. Научить играть ребенка – это непростая задача. Еще сложнее – поставить его в ансамбль. Здесь нужно играть не только технично, но самое главное – слаженно, дышать одновременно с партнером. Только так можно добиться блестящего исполнения произведения. Играть в ансамбль намного сложнее, на самом деле, какой бы текст там ни был, потому что в ансамбле ты должен слушать и партнера, и чтобы у вас и текст совпадал, и оттенки, и движения. Ну, очень сложно, но когда ты играешь правильно и хорошо, то все получается очень приятно и хорошо. Я занимаюсь примерно четыре года. Для меня музыка – это все. Ну, без музыки я бы не выступала на сцене в школе. Я, конечно, играю своим родным. Ну, мне приятно заниматься, конечно же, музыкой. Концерт ансамблевой музыки – экзамен, который юные пианисты сдали на отлично. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». ography в комплекте «Одинцова»